Разработчики уже записали обзор седьмого сезона, новый пистолет в седьмом сезоне, анимация на гранат в обнове и также ты сегодня узнаешь точную причину, почему же разработчики удаляют именно шарпкейс, а не какой-то другой. Смотри это видео до конца, это просто жесть. Давай проверим твою удачу, последняя цифра твоего лайка покажет какой нож тебе прямо сейчас выпадет, мне вот повезло и выпала цифра 1. А насколько ты везучий? Поставь лайк и напиши в комментариях. А всем привет дорогие друзья, с вами как-то с Андрей и да, в начале видео я не соврал, разработчики реально записали обзор седьмого сезона и это не байт. Возможно многие до сих пор думают, что я рофлю, досмотрите данное видео до конца и вы все увидите. Я обещаю вам, я обязательно покажу вам эту новость и не только. И это не только все новости, которые вы увидите, готовьтесь узнать много чего нового, ведь разработчики продолжают тестировать седьмой сезон в стенд оф 2 и сливать нам и намекать на седьмой сезон. Сегодня будет очень много новой информации, так что готовьтесь, я уверен, что вы также ждете седьмой сезон, как и я. И седьмой сезон уже почти на подходе. И да, сегодня я хочу вам показать новую идею для разработчиков, что они могут добавить в седьмой сезон и я уверен, тебе будет это интересно. Также я бы хотел снова обсудить в этом видео новый пистолет, который появится в седьмом сезоне. Это довольно важная тема, ведь у нас давно в игре не появлялось всяких пистолетов. И на самом деле мы многое с вами в этом видео обсудим, так что ты сегодня узнаешь еще точную причину, почему на самом деле удалили шарп кейс и какой кейс вместо него хотели удалить. А также поговорим с вами подробнее о том, что разработчики уже сняли обзор на седьмой сезон, я реально не шучу. Ты это увидишь в этом видео, новостей и информации про седьмой сезон будет реально очень много. Не забудь также в комментариях написать свое мнение про это все. Напиши обязательно что ты ждешь в седьмом сезоне, вы на прошлом видео набрали 9 тысяч лайков, за это вам просто огромное спасибо. Давайте на этом видео, если вам не слабо, набрать 10 тысяч лайков, и тогда новое видео выйдет быстрее, это реально меня радует. Я очень старался над этим видео, а вот и кстати кто победил в прошлом конкурсе на Керамбит Скрэйч, поздравляю этого подписчика, видели бы вы его реакцию, он реально сейчас радуется. И да, на прошлом видео вы набрали нужное количество лайков, и да, я купил бабочку в игре впервые, это реально кайф, я просто влюбился в этот нодж, ладно, шучу, я в этом видео хочу его разыграть, потому что я реально потратил кучу голды на эту бабочку. Надеюсь каждый, кто смотрит это видео, поучаствует в этом конкурсе. И на самом деле условия очень простые. Первое, нужно обязательно подписаться на мой телеграм канал, но без этого просто никак. Очень многие выпали из конкурса из-за того, что не подписаны на мой телеграм канал, он находится в описании, просто заходите вот сюда и подписывайтесь на него, все. Там реально куча крутых постов, новостей и мемов и так далее, подпишите, ссылочка в описании, жду всех. Второе условие это поставить лайк обязательно под этим видео, и написать в комментариях ваша идея. И да, все условия я буду проверять, так что выполняйте все условия, если хотите забрать себе эту бабочку. Участвуйте, ведь у всех есть шанс, бабочка реально крутая. Если на этом видео будет конкретно 10 тысяч лайков, будет прям конкретно 10 тысяч, чтобы я зашел и увидел 10 тысяч лайков. Во в следующем видео сделаю для вас розыгрыш на M9 байна Darkshiver, который недавно вышел как раз на рынок. Покажите это своей активностью. Давайте, 10 тысяч лайков, я реально в вас верю. И на мой ТГ тоже подпишитесь, там ссылочка в описании. А сегодня у нас будет мега разрывное видео про следующее глобальное обновление в Standoff 2, 0.28.0 или седьмой сезон. Ведь Passport City House уже вышел на рынок, то же это значит, это значит, что разработчики и игроки уже готовы к седьмому сезону. Так что усаживайтесь поудобнее, видео получилось очень крутым и интересным, всем желаю приятного просмотра. У тебя перед седьмым сезоном нету крутых скинов и аркан и не хватает голды, тогда слушай внимательно. На булдропе вышло новое обновление, где вернули крампуса, из которого можно выбивать много голды. Также за пополнение ты также можешь получать на булдропе бонусы. И еще вводимый промокод на пополнение, пока его не разобрали, ведь он дает тебе еще дополнительные бонусы. Еще на булдропе появились новые кейсы, где 100% оку. Я отлично окупился, открываю тут кейсы и еще вводимый промокод на бесплатный кейс воздух. Он если что тоже ограничен, вводи быстрее. Еще тут появился новый босс, в игре в которой ты получаешь голду и скины. Скины тут также выводят очень быстро, а в общем на булдропе вышло крутое обновление с крутыми бонусами, которое дает шанс всем получить крутые скины перед седьмым сезоном. Все подробности и ссылки уже ждут тебя в описании. И в комментариях, хочешь голды, заходи на булдроп, успей там ввести мой промокод, пока его не разобрали. Приятного просмотра. Насчет самой главной новости, которая очень сильно влияет на выход седьмого сезона. Pass for Steakhouse наконец-то вышел на рынок. И давайте посмотрим на цену на рынке. М9 Dark Shiver самый дорогой и вот как он выглядит в осмотре. Что касается скинов, то они очень дешевые, как и ожидалось. Я вам советую покупать аркановые стикеры пока не поздно, потому что они капец вырастут в цене. Лучше всего закупайте также стикер Yeti Reflex, он пока что стоит не так много. И самое главное стикер Snow Dome. Но это просто лучший стикер в этом пассе и не зря он аркановый. В целом, друзья, пасс на рынке и цены на другие ножи нет, но вы просто посмотрите сколько стоит стилет, это реально смешно. И также цены тычковки, я думаю те, кто покупали фулл голд пасс сейчас в шоке от того, как они просто в минусе с этого пасса. Я реально им сочувствую, потому что цены ножей кроме М9 капец низкие. Особенно цена на нож Танта Фростнова, 600 голды. И когда я записываю это видео, многие потратили на открытие спина весь свой баланс в стендоффе, а на выходе мы получаем 600 голды за нож. Да, тут разработчики не виноваты, но представьте в каком тильте сейчас те, кто открывали спин. Кто-то тратил по 2000 голды, а на выходе получили нож за 600 голды. Я могу с уверенностью сказать, что это самый худший и провальный пасс за всю историю игры. Да, Фростик Хаус это самый провальный пасс, который когда-либо был, потому что такие цены на ножи вообще никогда не были. Ну и чисто мое мнение, что спин это в чистом виде скам. Никогда не открывайте, блин, этот спин. Да, он может быть и окупается разработчиком, но никак не окупается игрокам. Мне будет очень интересно прочитать в комментариях, если тут те, кто выбивал этот нож и довольны ли они ценой этого ножа танта. Будет очень интересно прочитать. Я вот подождал и не стал открывать спин и начал ждать, пока пассы спин выйдут на рынок. Напишите в комментариях ваше мнение, мне будет чисто интересно прочитать, окупились ли вы с этого пасса или нет. Вот реально, напишите вот все, кто покупали пасс. Даже если у вас первый уровень, не важно, вообще все напишите. Потому что цены на ножи, на все скины, ну они реально смешные. Авик за 300 голды, ну это смешно, это реально смешно. Так что да, выход пасса Фрости Хаус на рынок оказалось полным провалом. Итак, вместе со спином у нас пасс на рынке. А что это значит? У нас совсем скоро полностью закончится ивент Фрости Хаус, наконец. Ведь он у нас идет с 20 декабря, и новый год уже давно закончился, уже февраль месяц. И пора бы всем режимам и ивенту Фрости Хаус уходить. Да, все новогодние режимы скоро удалят. И да, я оказался полностью прав, разработчики уже выпустили новый патч 0.27.3, где они выпустили, собственно говоря, новый пасс. Я думаю, что это будет совершение ивента Фрости Хаус. Я думаю, что именно в этом обновлении 0.27.3, на котором мы сейчас и уберут ивент Фрости Хаус. И у нас скоро будет меню 6 сезона, и разработчики уже будут совсем скоро готовиться выпускать трейлер 7 сезона. Ребят, вы представляете, как же мы близко к 7 сезону, и разработчики все так быстро успевают. Потому что пасс уже на рынке, и разработчики уже выпустили новый патч, где уберется ивент Фрости Хаус. Это была важная часть, чтобы вы поняли, что разработчики реально работают над 7 сезоном. Ведь у них в клане появился 7 сезон, прямо в игре. Так что билл седьмого сезона уже существует, это реально жесть, что разработчики делают обновление так быстро и уже так быстро его тестируют, хотя пас на рынок еще только-только вышел. Ладно, давайте переходить уже к следующей новости, я думаю вы все видели недавно вот это вот видео от разработчиков на день святого Валентина и разработчики сильно обленились. Они каждый раз используют одну и ту же рекламу для разных ивентов и да, в этот раз они сделали то же самое, это всего лишь для рекламы, тут нету никаких пасхалок на седьмой сезон и даже не ищите их тут, просто было поздравительное видео. У меня для вас есть кое-что лучшее, где у нас как раз прямой намек на седьмой сезон, это видео от нашего любимого Бихолдера, который в прошлый раз давал нам уже много пасхалок связанных с седьмым сезоном, давайте посмотрим какое послание он нам оставил. Приветствую, с тобой Бихолдер, новогоднее обновление совсем скоро подойдет к концу, но некоторые из вас уже увидели мои послания и поняли, что новое обновление будет намного интереснее, поэтому не буду тянуть и скажу прямо, обновление будет на... Ну тут я думаю уже каждый из вас понимает, что это у нас снова намек на зону 9, ведь именно там радиация, вот это вот все и так далее, что я хочу еще отметить, это послушайте звук в начале, вот просто прям вот внимательно послушайте. Вот этот шорох есть на зоне 9. Так что я думаю, что ни у кого нет сомнений, что Бихолдер уже прямо нам вот в лицо говорит, что зону 9 изменит, все, ставь лайк, если тоже вы ждете новую зону 9, потому что мы уже 4 года играем на этой зоне 9 и карта сейчас не так популярна, и пока я не могу себе представить, что же такого нового нам добавят на зону 9. И да, разработчики недавно сделали кивеспотивный трейлер, сэкономлю ваше время и просто перемотаю на конец, ведь именно там самая интересная машина Хаммерс зоны 9 и надпись стенд оф 2. Разработчики буквально из каждого угла уже кричат о том, что все игроки готовьтесь к реворку зоны 9, даже на трейлере кивеспотивного турнира, хотя зоны 9 нету на кивеспотивных турнирах, но в трейлере эту карту показывают. Это вот прям реально жирный намек, вы все знаете Диану и Серегу, это тоже считаются разрабы, которые записывают обзор обновлений, и у Дианова вконтакте вышел пост, где она коротко говоря говорит, что свою роль для следующего обзора она отыграла, то есть вы понимаете, а следующий обзор у нас 7 сезон. Когда я это увидел, я просто офигел, типа что, уже отсняли обзор, еще только пас вышел на рынок, даже вент не закончился и обзор обновлений отсняли так быстро, я думаю, что это очень странно. Надеюсь 7 сезон будет нормальным обновлением, а не на отвали сделанным, все-таки тематика там зона 9, и это я думаю должно быть крупное обновление, а не только реворк карты и опять новый пас. Надеюсь будет что-то масштабнее, хочу вас максимально попросить наставить тут как можно больше лайков, чем больше, тем лучше, давайте прям десяточку, 10 тысяч лайков, если вы сможете, то я буду очень рад. Новый пистолет в 7 сезоне, сейчас буквально все ютуберы подхватили мое дело о том, что разработчики может быть добавят револьвер в 7 сезон, и да я всего лишь предполагал, что этот пистолет может быть добавить в 7 сезон, и то я сомневаюсь. И да, кто еще не знает в чем фишка револьвера, мало того, что он имбовый, так еще его можно использовать вместо дигла, то есть заменять, то есть заменять револьвер на дигл или наоборот. Я бы конечно хотел, чтобы этот пистолет появился в 7 сезоне, я думаю, что он даже понравился бы игрокам, но он совершенно не совпадает под тематику сезона. И это было бы странно добавлять револьвер, когда реворкают зону 9, так что я думаю, что добавят другой пистолет в 7 сезоне. А револьвер будет в сезоне, где будет ковбойская тематика, это все мои догадки, разработчики, если захотят, могут легко добавить револьвер в 7 сезон. Только сделать ли они это, это большой вопрос, мне если честно револьвер очень нравится, я бы хотел его видеть в стендофе, а вы бы хотели, напишите в комментариях. Пистолет, кстати, очень имбовый, из стендофи он был бы точно популярен за обе стороны. Почему на самом деле удаляют шарпкейс? Сейчас вы узнаете всю правду, на самом деле разработчики не удаляют кейсы по очереди. Origin кейс тот же удалили, потому что его никто не открывал. И далее другие, и то же самое сейчас с шарпкейсом, его удаляют, потому что его почти никто не открывал. Именно поэтому Fable 100% будет еще долгое время в магазине, и удаляет именно шарпкейс магазина, несмотря на то, что он в игре всего 2 года. То есть разработчик удаляет кейсы не по очереди, именно поэтому вместо фейбла шарпкейс уходит на рынок. Ведь шарпкейс никто не открывал за последние полгода. Но вот где вы видели? Вот реальная причина удаления шарпкейса. А что вы думаете про удаление шарпкейса? Действительно ли этот кейс заслуживает быть на рынке? Мне будет очень интересно прочитать ваше мнение. Анимации на гранату и бомбу в стенд оф 2. Я думаю вы слышали от меня эту идею разработчикам. Представьте что это было бы. Если бы разработчики давали в седьмом сезоне осмотр всех гранат в стенд офе. Это простая и прикольная фишка. Ведь в игре можно осмотреть буквально все. Но нельзя осмотреть ту же например хаешку или флешку. Это почти самое главное. Если сюда добавить секретных анимаций, ну это просто кайф. Разработчики пожалуйста добавьте это. Ведь почему в игре можно осмотреть все кроме самого главного. Бомбы и гранат. А как вам эта идея? Пишите в комментариях. Я думаю что это будет офигенная фишка обнова. И давайте тут все таки наставьте 10 тысяч лайков. Чтобы это видео заметили разработчики. Давайте сделать итоги. Разработчики уже сняли обзор седьмого сезона. Они эту обнова протестировали. И почти все готово. Пас меня в целом обрадовал. Разве что только цены на ножи реально низкие. А также я думаю то что в седьмом сезоне у нас появится точно новое оружие. Так что не ленитесь и напишите что вы ждете в седьмом сезоне. И как вам то что вы сегодня увидели. Также еще на мой телеграм пожалуйста подпишитесь. Прямо сейчас кликай на то видео которое вылезло у тебя на экране. Там также я сливал седьмой сезон. И я думаю что тебе стоит посмотреть. Спасибо большое за просмотр. Увидимся уже в следующем видео. Всем удачи. Всем пока пока.